друзья всем привет это канал автопилоты 100 мы продолжаем наш рейд по автосалонам официальных дилеров в городе москва для того чтобы знакомить вас с ценами на новые автомобили и показывать в очередной раз что сейчас особенно и в принципе не особо выгодно покупать новый автомобиль для себя лучше но это моя позиция лучше взять конечно годовалый двухгодовалый и так далее и немножко с небольшим пробегом там пять десять тысяч километров сегодня мы приехали в официальный дилер sim он находится на профсоюзной улице профсоюзная в мазду и с этого видео будет новая тенденция скажем так мы не будем заранее спрашивать типа можно ли снимать там и так далее мы зайдем сразу же и будем спрашивать как вы могли видеть в прошлом ролике про audi мы не засняли я зашел сначала узнал менеджер сказал что снимать нельзя по каким-то причинам что это якобы частная территория какую-то дичь начал молоть из-за чего я разозлился и естественно в том видеоролике перед началом audi собственно сказал что в вольво фаворите нам не давали снимать хотя в киев хавале фаворитовском везде дают снимать вот пока зашкварились на три компании вот за полтора года нашей деятельности это рено фаворите причем в автомире рено без проблем дает снимать это бмв автодом на зорге и где-то на юге а собственно в автоспеццентр на киевке и в предыдущем ролике фаворите зашкварился вольво по моему мнению если вы не даете потенциальному клиенту вести видеосъемку общественном месте значит вы чего-то там кита махинации делаете нормальный дилер нормальный продавец которому нечего скрывать и как жизни не будет запрещать вести съемку видео или фото поэтому пошли в мазду и там все будем узнавать улица введенского 4 а мы находимся короче что мы находимся в мазде и я сейчас попрошу менеджера чтобы он ну во всяком случае не на камеру но на микрофон подтвердил что эти цены которые у нас есть на стендах что они актуальны и что им можно верить потому что иногда дилеры ставят цены там на 300 тысяч дороже а потом оказывается что они могут те скидку сделать даже без учета там трейды на кредиты и всяких остальных историй а пригласите где менеджера пожалуйста спасибо большое друзья менеджер подошел я хотел уточнить актуальны ли цены вот эти которые сейчас на стендах конечно актуально на данный момент и если скидки по программам трейды на автокредитование там вот этих всех моментов официально скидок от производителей сейчас нет есть только скидки от дилерского центра достаточно индивидуально здесь необходимо и оценивать автомобиль уже по итоговой стоимости вашего автомобиля с пробегом делайте продолжение не просто хотелось бы абстрактно понять от этих цен вообще вы двигаетесь еще вниз двигаетесь в принципе больше нет вопросов спасибо большое в очередной раз повторюсь что без всяких вопросов здесь съемка разрешена в отличие от тех кого я перечислил собственно что у нас здесь представлена дофига cx5 тенденция абсолютно понятна человек не готов сейчас брать компромиссные варианты ему нужен какой-нибудь к либо кроссовер либо автомобиль максимально унифицированный соответственно здесь целая куча cx5 один cx9 и вот там вот почему-то за стендами спрятана шестерка с шестерки мы наверное закончим как самого одного из самых ликвидных автомобилей сначала cx9 потом cx5 а все комплектации а потом уже шестерка в общем то давайте приступим cx9 экзекьютив кроссовер 2 и 5 бензин 420 ньютон метров достигаемый при 2000 оборотов в минуту достаточно низкий кстати шестиступенчатый автомат что-то дорожный просвет 220 миллиметров время разгона 8 и 6 секунда так цвет кузова серый совпадает мощность 231 сила полный привод здесь расход якобы 89 литров при 2 и 5 по моему по моему не будет смотрите решетки нету ни здесь ни снизу не защищает ничего логотип сделан под 3d то есть сам логотип плоский а выглядит он объемным видите то есть вот он я провожу пальцем он плоский новая стилистика mazda и там все дела так подкрылки здесь есть пластиковые диски вот такие вот одноцветные абсолютно обычно они выглядят не прям какая-то пушка здесь машина на какой-то хорошей комплектации с этими с бесключевым доступом там со всей историей панорамы нет здесь этот люк так значит указана защита dvs и аморты капота давайте глянем машин закрыта ядрен в от пассатижи защита dvs ваш покорный слуга на колени да стоит защита хорошо отблескивает близко машина стоит ну давайте так хотя бы глянем мы все-таки не обзор делаем так ковры там друзья мои тряпичные на них написано cx 9 сможете видеть у меня вопрос такой участка менеджер подошел я как раз хочу уточнить смотрите у вас в допах написано аморты капота и защита dvs а при этом допов на 900 тысяч условно мы не можем на ценнике отобразить весь тот набор опций который возможен данный автомобиль и данный автомобиль продается с набором опций на 500 с чем-то там ты а то есть вы пишете здесь максимальный максимальную сумму допа которая которая возможно по факту получается эта машина стоит не 6 500 а дешевле правильно а у вас есть машины без доп оборудования вот написано что в этой комплектации могу за 5 и 6 взять это последний это последний я думаю по-другому будет а пустые есть вообще пустой можно все спасибо больше это больше вопросов нет короче вот девушка объяснила что cx 9 она единстве в единственном экземпляре у нее очень белый салон он действительно даже не песочный я прям прям такой светло-серо-белый красивый и из-за этого не держит открытые чтобы всякие ну кто не собирается покупать а мы все знаем о ком идет речь не садились туда и не не пачкали значит салон и так заходим на сайт поддержанных автомобилей и смотрим сколько же она стоит то есть эту машину получается нельзя купить за 5 и 6 в конкретном деле потому что и она последняя она с допами никто допа не будет снимать в случае с цик с 5 они есть пустые вы можете купить пустую без допов это вот сами слышали так убираем поколение вот у нас 20 года по 22 и пожалуй на этом я даже не буду делать ограничение погоду мы сортируем по стандарту друзья мои по возрастанию цены и видим что первая машина я уже вижу что нет смысла брать бушную во первых какое их количество с пробегом с пробегом по россии 11 машин да значит выставил поддержанные автомобили 4 300 первая цена 4 300 2 4 333 с пробегами примерно 20 одинаковые 4 и 8 5 и 3 уже с пробегом 8 700 5 и 5 пробегом 721 то есть новый автомобиль 5 461 здесь потенциальная цена я напомню потенциальная цена 5 600 если бы она была даже с учетом того что за 4 300 мы берем поддержанные автомобили это экономия около миллиона рублей я считаю что относительно там цены в 5 в 5 и 6 экономить в миллион смысла никакого нет но учитывая что это мобиль автомобиль автомобиль не особо ликвидный то я думаю на вторичном рынке там ну процентов точно 5 можно будет скинуть от цены сто процентов потому что ну один из машин по всей россии основами 57 маленькое количество да и в принципе mazda как-то кэш под сдала позиции ладненько у нас еще много cx 5 которые мы все между собой сравним по цене и пока мы по комплектациям все они в таких скучных цветах значит сам первые cx 5 2 литра бензин 6-ступенчатый автомат разгон 9 8 стоит 3 475 так 150 лошадей это монопривод расход написано 7 литров так 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 при четырех тысячах уже достигается вот этот вот крутящий момент и из допов спутниковая сигнализация аморте капота написано что допов на двести семьдесят семь тысяч пустая эта комплектация пустая стоит 3144 до значит математика сходится цвет кузова 90 и какой-то пакет за 93 тысячи собственно три четыреста семьдесят пять очень темный салон в смысле темный потому что машина достаточно далеко от окон в салон вы сможете оценить там у тех машин которые ближе стоит чисто мое ощущение здесь ты не получаешь прям такого вау-эффекта от материалов на материалах здесь конечно шибко сэкономили даже мне кажется предыдущие поколения cx-5 оно было поинтереснее в плане качества отделки даже но вот здесь вы понимали это дубак здесь полиуретан с прострочкой здесь полиуретан здесь тоже под кожу руль кожаный тонковатом и на мой вкус я уже высказывал свое мнение в других роликах что здесь не у него очень непонятная история когда этот самый подлокотник не выезжает не умеет так делать только верх не все сетки дилерской стоит и и не видно это и глазами на камеру я думаю не будет видно вот здесь видно что она стоит сетка дилерская стоит хотя хотя она там не указана аморт капота ну даже проверять не буду есть подкрылки есть очень высокий профиль у резины сколько здесь это что стоит у нас и к гамма геолендер 225 65 17 зато мягко ездить будет на абсолютно обычных дисках давайте вот ту посмотрим потом к этой пойдем тушь она дороже так это у нас cx-5 актив то тоже была актив тоже 2 литра 6 ступенчатый автомат цвет типа другой тоже монопривод из допов здесь парктроники камера заднего вида подкрылки защита картера и брызговики в принципе и на той машине все то же самое по факту было установлено цена почти такая же только там допов на 277 здесь на 311 брызговики есть парктроники вижу там парктроников действительно нету но брызговики там тоже есть как вы можете видеть и ну камеру заднего вида давайте глянем даже интересно и кстати нету и парктроников сзади нету зачем-то монитор тогда вообще нужен на радио смотреть у меня ощущение что эта машина той отличается только цветом и какими-то допами решетка здесь тоже есть диски галерезина такая же диски такие же она цветом только отличается здесь тоже тряпка без сервопривода такой же типа под рояльный лак вот эта отделка отделка воздуховодов такая же ну да монитор такой же маленький все почти то же самое кстати смотрите сколько она здесь стоит я не знаю видно нет здесь прям кто-то садился может часы на правой стороне прям поцарапанный подлокотник ну конечно не по хресту друзья если вы садитесь салон вы все-таки думаете что я понимаю что вам пофиг на дилера и меня тоже после потому что они и так на нас наживаются но я к тому что ну все-таки уважайте же человек же какой-нибудь захочет купить эту машину и так далее зачем вот так вот гадить прям практически вырвана кожа короче цена почти одинаковая комплектация по-моему такая же абсолютно и отличие в допах пошли посмотрим теперь чтобы был прям контраст машину за 4 миллиона рублей 4054 900 4054 900 это уже supreme 2 литра по характеристикам все то же самое только она полноприводная из силовых агрегатов я имею ввиду из-за этого вот расход чуть больше написано значит supreme sky active 6 ступеней и так далее тоже пакет 4 здесь какой-то установлен стартовая цена на supreme если там было 344 здесь 3626 уже то есть здесь пустая без допов машина будет стоить дороже чем-то с допами а с допами на 366 тысяч рублей мы имеем замок капота и рулевого вала ковры салона салоны багажных защита картера и брызговики но брызговиков я не вижу спереди вот обратите внимание тоже вот короче по допам у них не совпад эти нет брызговиков сзади там разберите стоят короче по допам вообще не в зуб ногой решетки здесь также нету ну там они тоже были не обням не были обозначены чего еще диски здесь визуально побольше давайте посмотрим что за диски здесь и резинка другая какая-то прокс с какая-то матерные слова кита 225 55 19 с 19 с 55 профилем давайте заглянем внутрь в этой комплектации я ребятушки уже наблюдаю проекции там не было ее так здесь же пахнет чуть-чуть подороже примерно тысяч на 600 подороже здесь пахнет здесь кожаные сиденья они гораздо более выгодно смотрится и приятней золотистая прострочка перфорация есть интересно есть их обдув обдув вот 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 очень интересно подогрев вот есть обдув черт его знает подогрев руля она еще знаете почему выгоднее смотрится здесь под дерево сделано и она ближе к окну стоит ближе к окну больше света ты больше видишь машине она тебе больше нравится но чисто мое мнение чисто мое мнение за 4 миллиона иметь совесть продавать автомобиль это меняшь от япония там туда-сюда с аналоговой приборкой друзья мой полик сейчас купу купишь полик какой-нибудь в выше средней комплектации там будет электронная приборка здесь уже еще аналог конечно не нравится но и с выбором мотором два мотора все выбирать но это кумаза так всегда было и в принципе у японцев в россии не особо повыбираешь из дишку можно всунуть 2 и избишника эй и этот и прикуриватель хорошо маст у нас еще много достаточно маленького размера посмотрите бардачок вот у меня ладошка влазит сюда и не более того очень маленький бардачок но он зато с мякушкой ковро здесь как мы видим нету только триапичные заводские с надписью cx5 ну короче по допам не в зуб ногой монитор тоже маленький ну за кожаные сиденья не знаю конечно а а вот здесь уже не барабан замечу друзья мои здесь уже мягкая под кожу история там вы помните я трогал был прям барабан нет парящей никакой панели нету беспроводной зарядки не по христу в двадцать втором году не иметь беспроводной зарядки пошли следующий cx5 смотреть а после уже оценим сколько они стоят на вторичке прежде чем дальше идти надо сервопривод посмотреть у пассажира он присутствует как и у водителя есть электронная регулировка а машина без окнулка есть сервопривод хорошо уже хоть хоть понятно за что там дороже прям на входе стоит значится 3 658 это тоже актив комплектация на полном приводе двухлитровый все допы камера заднего вида аморт сигнализация 3 658 эта машина стоит мне хоть пакет 2 и опять таки цвет за цвет кузова 3131 тысячу берут дрызговиков нету решетки в радиаторе нету диски маленькие резина такая же геоландер с шестьдесят пятым профилем хорошо 3 600 актив смотрим чем она отличается от тех за три сколько там 475 это такое же здесь тряпка здесь механика руль такой же вообще не понимаю ну то есть понятно что каким-то паром пары и кнопок они отличаются но вот на первый взгляд мне честно говоря не особо чё-то там бросается короче опять-таки на допы мы вообще нифига не смотрим и ну потому что они просто-напросто здесь не бьются тонировок нет ни на одной машине а ну вот здесь бьется например камера здесь парктроников тоже нет но камера здесь установлена соседняя cx 5 а на минуточку у нас еще вместе с этой 3 30 из пятых друзья ухты ешки колотежки мамма миа 4756 она стоит это из экзекьютив начинается экзекьютив от 4 и 3 лимона 2 и 5 значится шестиступенчатый 194 силы полный привод при этом крутящий момент 258 ньютон метров достигается при 6000 оборотов в минуту что тут литье 225 55 19 брайт и пакет 11 здесь он стоишься девять тысяч двадцать три тысячи краска кстати она дешевле и нет белая больше нравится допов на четыреста двадцать семь тысяч рублей что я вам скажу на первый взгляд вообще раньше вот была путаница когда вот эти вот cx 5 они появились там же максималка по моему была supreme а потом они supreme сделали второй комплектацией а первой самый крутой по моему стала экзекьютив вот здесь такая же история была причем они в рамках одного кузова в рамках одного модельного года суприм перестал быть топовой стал топовой другая видимо экзекьютив его час до сих пор так так решеток нету ни здесь не снизу цвет сумасшедший клёвый мне непонятно почему она так дорого стоит резина здесь стою ну как я уже кстати по резине можно понять до резина как и заявлено она с бесключевым она уже с тонировкой правда без дефлекторов она с люком это единственная с люком потому что даже то за 4 миллиона была без люка она на красивом салоне на любителя я не буду говорить красивым на любителя он такой шоколадный цвет не коричневый а вот красно-красно-шоколадный он с памятью здесь хромовая 1 хромированная отделка посмотрите вот на вот этих элементах здесь хромированная отделка здесь память сидений есть вот она валик поясничный что вон там еще хромированная отделка ну в общем то она вот вот такая мониторчик по-прежнему не большой качество кожи на ощупь да в принципе как и в предыдущем автомобиле может быть чуть-чуть приятней интересно это смотрится но опять-таки скажу на любителя здесь акустика боус как я уже сказал тренировка задка есть ковров по-прежнему резиновых не наблюдаю брызговиков нету но у нее можно открыть багажник посмотреть если там ковер камеру видим кстати камера по виду отличается от той которая ковра здесь нету здесь махрушечка заводская ооо интересно да ну а это докатка 185 80 17 я просто такая широкенькая на что я подумал что это такое же колесо оригинальная ладно сервопривод имеем за эти деньги так и остается две тоже белая и сумасшедшая синяя такая глубокая синяя вот как вот здесь вот прям на рекламке походу это самая жирная была вот который мы сейчас смотрели это supreme за 40 74 на двух литрах из допов защита картера брызговики замок капота и рулевого вала и ковры в салон и багажник допов на 387 решетки нету этот радиатор брызговиков нету колес такие же вот проксос получается этот проксос грантлендер и как они это я который мы увидели салон тоже с черной кожей как у того что за 4 миллиона тоже был ты в принципе на предвзгляд ничего тут ничем тут она особо не отличается тонировка есть люка нету видимо люк теперь ставится только на экзекьютиве также босс стоит но босс у них по-моему везде даже но здесь мы видим за эти 4 миллиона тоже как и у той за 4 миллиона сервопривод сидений не знаю напишите в комментарии как вы считаете память сидений как вы считаете вообще по христу ли продавать машину за три с половиной миллиона рублей это я провод те комплекта комплектации актив и делать механическое сидение водительское оно как бы не особо то и надо ты раз настроил и едешь но это же большие деньги то достаточно три с половиной миллиона в регионах ты квартиру легко купишь там в подмосковье наверно тоже можно попробовать однушку взять в общем ладно с тонировкой она глянем камеру камера есть и вот смотрите о чем я говорил друзья мои здесь камера видите другая не такая как там на экзекьютиве здесь она прям квадратная а там с большой линзой круглой было вот посмотрите на эту сейчас подойдем к той беленькой смотрите какая там камера то здесь даже камера ну как бы на каких-то экономик я прямо на такие детали обращаю внимание видите здесь она полностью с искруглением линза такая более fish eye я думаю то ли здесь угол больше то ли у нее по моему привод есть у меня ощущение что ее можно сложить для того чтобы она не пачкалась тут очень нельзя сложить вот эту по моему можно и последняя cx5 она тоже актив получается вот самая дешевая машина 3407 23000 цвет 93000 пакет 240 допов из которых защита картера аморт капота и подкрылки двухлитровая моноприводная так диски 225 65 17 колеса брызговиков нету решетка есть решетки нету палец нож пролазит по самый локоть так никакого бесключевого доступа на цвет красивый вот я не вижу смысла переплачивать там сколько шесть тысяч рублей за этот ой восемь за какой-то другой цвет белый обалденно смотрится здесь конечно же будет тряпка до абсолютно неприятная тряпка хотя бы кожаный руль точно такой же монитор системы курсовой устойчивости здесь есть ладно нагрев руля есть да есть вы знаете ну конечно механическая регулировка знаете что я вам хочу сказать просмотрев все эти cx5 они в салоне настолько все одинаковые вне зависимости от комплектации помимо кожаных сидений и сервопривода сидений что я не вижу смысла переплачивать там миллион рублей или вообще какие-либо деньги ну разве что можно переплатить за полный привод все для чего там вот эти вот шоколадные сиденья какие-то заезжающие камеры ну хрен знает брызговиков нету парктроников нету и камеры здесь нет машина голая если найти такую чтобы она еще была без допов типа за три сколько там они пишут за три двести то в принципе это приемлемая история давайте посмотрим чё на вторичке cx5 371 автомобиль но мы поколение не выставили ставим поколение вот это и поставим отбивку по году потому что кузову уже шестой год и мы поставим чтобы он был от двадцатого года хотя бы 203 машины вот в этом кузове по всей россии значит первая цена 2 миллиона рублей 21 год 3000 пробегу вот стоящий вариант если он не брехня то стоящий вариант 20 год 35 пробегу на 2 и 5 кстати говоря 2 100 2 200 10 тысяч пробегу на двух литрах на привод 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 какой не написано давайте чуть-чуть промотаем чтобы понятно было где поинтереснее цена так вот какой-то дилер продает 2 литра 150 лошадей 20 тысяч два с половиной лимона 2 и 7 практически 20 тысяч пробегу короче вы можете сэкономить примерно миллион рублей а если постараться то мы даже миллион двести и взять гораздо жирнее комплектацию чем вот этот бомжара здесь стоит в белом красивом цвете и с пробегом ну там в пределах десяти тысяч рублей а я считаю это нормально за два миллиона в нынешних реалиях брать нормальный японский бренд с нормальным мотором да там большая степень сжатия из-за этого sky актива как у турбова но он все-таки остается атмосферным с надежным автоматом надежную относительно машину да не такого премиального внутри качества когда же хотя бы skoda или volkswagen но она и стоит дешевле 2 миллиона на вторичном рынке но не 2 2 и 3 скажем а прикол в том что примерно в восемнадцатом году в семнадцатом я снимал уже такую машину она новая стоила 2 200 в самом жиру вот когда на то время supreme был самый жир а он это была первая половина восемнадцатого года а сейчас вот тебе пожалуйста эта машина вообще в цене получается не упала окей последний автомобиль крайний и так крайняя на сегодня это mazda 6 в том числе в чем прикол вообще вот этого класса автомобиля ну их много во первых по городу их много есть как в принципе и cx 5 но что они давно в принципе производятся прикол будет понятен когда вы увидите цену смотрите mazda 6 комплектация актив 2 литра 6 ступенчатый автомат разгоняется за почти 11 секунд красного цвета монопривод конечно же она стоит 3 миллиона 300 с допами да а начинается от 2 и 7 мы тут ребятки с оператором же были получается где в тойоте и camry стоит почти столько же а я думаю никто не станет не станет спорить что camry конечно же более удачная покупка это и ликвиднее машина и красивее и во все по всем параметрам она конечно превосходит mazda 6 при той же цене понимаете в чем прикол поэтому я не понимаю смысла зачем брать тогда mazda 6 если toyota camry в более новом кузове она будет стоить столько же а здесь в этой комплектации даже нет проекции на стекло потому что это видимо какая-то прям не алё давайте посмотрим что по допам защита картера подкрылки камера заднего вида подкрылки вижу на клипсах колеса здесь установлены 225 5517 да решетку видим решетку видим тут и там ну потому что комплектация бомжатская и ну вот опять смотрите друзья мои 2756 заявлена цена а по факту эта машина стоит на 300 тысяч дороже при том что допов здесь вместе с краской на сотку якобы значит получается нет потому что мы видим и решетку и брызговики что мы еще тут видим давайте откроем посмотрим может внутри что какая-нибудь накладка наверняка денег стоит какие-нибудь ковры они сюда влепят здесь у нас кожа здесь на динамиках даже не написано боус нет шильдика боус значит это не боус правильно правильно так под алюминий здесь тоже под алюминий за три друзья мои миллиона рублей мы не получаем сервопривода сидений понимаете вот это вот механика маленький экранчик аналоговая приборка здесь монитор для компьютера даже не вмонтирован круглый а он в круглом колодце прямоугольный смотрите немножко из строчки нитка торчит не по христу я же не просто так в самом начале говорю что почему мазда стоит столько же сколько и камри ну почти столько же ладно может камри там 3300 будет стоить но она не должна столько же стоить она должна стоить там ну тысяч на восемьсот дешевле потому что это вообще разные машины поэтому я собственно и негодую потому что это странно вот поэтому масс так мало и на улицах есть потому что ну кто их будет брать и съесть отличный аналог может они конечно вкуснее чем камри на вторичке стоят в чем я тоже не уверен камера тоже есть абсолютно китайская обычная парктроники есть брызговики сзади тоже есть как мы видели в салоне нету аккумулятора у них нет вот что ребят не могу я даже посмотреть багажник в салоне нет резиновых ковров но допов тут почему-то на 300 хотя написано сотка ну такое конечно не сама машина красивая базару нет но ты же не красоту все-таки ну хне ты красоту тоже покупаешь но не знаю напишите в комментариях кому мазда 6 больше нравится по виду чем тойота камри почему их сравнивают потому что цена примерно одинаковая я больше не вспомню седана который сейчас стоит 3 миллиона рублей вспомню который хуже чем мазда по моему мнению опять таки элантра мы были когда в хюндай там элантра стоила что в районе 2.9 или 3.100 ну это вообще кстати не потребство надо кстати сделать перерейд в хюндай посмотреть что там с ценами стало потому что последний раз солярка какая-то в комфорте 1.6 что ли стоила давайте смотреть сколько стоит мазда 6 с 18 года она производится смотрим 148 машин также от 20 года стоит якобы с 21 года лям 450 можно взять с пробегом 17 но это неправда потому что следующая цена 2.100 сразу же 2.100 20 года с пробегом 85 2.200 с пробегом 41 20 года у какого-то дилера давайте посмотрим у какого это в ленинграде 2.200 21 года 36 тысяч 2.200 21 года 4 тысячи интересно тоже вроде дилер кто продает фаворит моторский амкат кстати говоря кстати говоря ребятушки вот это неплохой вариант чуть-чуть промотав мы видим что за 2.300 машина берется годовалая с пробегом около 20 тысяч километров 800 тысяч да конечно надо экономить но есть нюанс который заключается в том что за эти же деньги на вторичном рынке берется cx-5 я не понимаю зачем нужна Mazda 6 если есть cx-5 может она чуть-чуть подлиннее в салоне но ты в багажнике ты проиграешь в плане высоты понятно что по длине он тоже из-за базы будет длиннее короче мне не ясно напишите по поводу Mazda 6 вообще неоднозначность какая-то получается ну то есть по моему мнению она на вторичке должна стоить час двух годовалая скажем ну типа лям 700 лям 800 может быть это отталкиваясь от Mazda cx-5 не ясно друзья всем спасибо за просмотр кому понравился вот такие понравились нововведения в наш формат по поводу того чтобы заходить сразу сходу с камерой конечно не ногой дверь открывать но вы поняли напишите об этом в комментариях или проголосуйте лайком также вы видите что мы читаем комментарии и разговариваем с менеджером кто-то написал в предыдущих видеороликах что вы мол поговорили бы с менеджером мы бы и поговорили поэтому конечно лайк подписка всегда приветствуется всем спасибо за просмотр и удачи всем спасибо за просмотр и удачи спасибо за просмотр и удачи